Она тебе не принадлежит, заходит в меня открадовать. Она ему принадлежала, а ты взял ее. Заработал 90, а 10 бы тебе приложил. А вот употребить ее, куда как что, это надо посмотреть. В прошлые годы у нас такой достаток был. Да. Здравствуйте. Как это в городе Фрунзе было? Это моя жизнь. Это просто образ моей жизни. Я с детства так вырослый. Так вот мне на это дело поставят. Я не вижу, не знаю. Моя встреча. Вот ехали дороги. Это один из самых похожих домов. Думаю, вот это. Расстояние людей. Мы еще проехали. Это в городе Фрунзе было. Киргизская церковь. Я знаю, что это будет. Но надо пережить это один раз, отломить и все закончилось. У нас когда Потеряевку начали строить. И тут один он нам как бы... У него жена моя двоюродная сестра. И он мастер такой. Там на скобы ковал, все помогал, делал. И мы уже здесь поселились уже. Потеряевка статус получила. А там около кладбища сенокос. Он там косит. А шам же не зовет в корчину. И теперь ему когда везти надо. А чтобы не тратить зря время. Он рубит березку. На березку заранее сток этот ложит. Он зимой приехал трактором подцепил. И поехали-то. Ну, теперь околки наши. Мы никому не отдышаем берез. Это другое. А он такой спокойный кузнец. Хороший человек. И мы говорим, Семен, больше не надо косить здесь. Косить у нас... Люди потеряются. У нас другие участки не выделены. Вот надо, мы будем сами косить. И тем более березы... Ну, ты же видишь, что браконьерствуешь. Как он разобиделся. Я даже не ожидал. Да я вам скобы ковал. Это другое. Понимаешь, езда. Но надо было пережить. А потом отношения опять наладились. А он корову не стал держать. И все восстановилось. Ну, не стал. Да и возраст уже такой он старшина. А вначале как так да как. Это тут Семен да будет да обидеться. Ну, что обидеться несправедливо. Потому что статус получили мы уже. Земли нет. По паям, где Игорь Барабаш косит. А он приходит, а уже пусто. Ничего нет. А больше негде брать. А его-то там в корове выделят. Раз тамошний он житель-то. Понимаешь, как вот в любом вопросе. Люди надо немножко приготовиться к искушению. К испытанию. А перейти. Он приглашает, допустим, меня туда. А мне вот как бы... Мне не приходилось ни разу быть в храме. Где-то, допустим. А стал бы? Не стал. Вот сейчас, допустим, я в Москве приехал. У отца Кирилла. У него совершенно отдельное здание. И там трапезная. А если бы в храме стали? Не стал. Вышел на улицу. И сказал, если хотите, чтобы я не голодный, Лёг можете вынести, я поеду. Я принципиально здесь, почему канон прямо относит. У них храм. С куполами, алтарь. И никакой нужды в этом нету. Нету. А когда по нужде все стесненное, каноны основаны на любви. Нельзя заводить скотину в храм. Но, если у тебя пурга застала в горах, тебе деваться нету, ты можешь завести туда лошадь. Вот. Это официально канон показывает. Почему? Потому что любовь превыше всех канонов. Ну, они тоже у нас, у них дома нет, трапезные нет, поэтому в храме есть. Те, которые каноны составляли, я пытаюсь войти в их положение. Они все-таки человеколюбие ставили превыше всего. И у нас одна приехала санэпидемстанцией, она душит здесь. Ну, я сказал, не запускаю вас, и все. Но, во-первых, она была в брюках, вытащили юбки, она вот такая, широкая карма, она не может ничего надеть. Дали ей материю, она замоталась. Я говорю, теперь документы свои положите здесь, и мы вас заведем, чтобы накормить. Потому что всех усадили за стол, там милиция приехала. А ее я не пускаю. А она на три района, от нее кое-что зависит. Ну, и мы вам покажем все. Но только покажем вам как гостю. Она согласилась, потому что она уже была настроена, против, ее не запустили. Она стоит, ей надо посмотреть, какое белье, как мы, холодильники. Она вернется из командировки, ничего у нее нет. И теперь все у нее есть, и в то же время документы там, нигде ничего она не заносит. И она сказала так, так она приехала другим рассказывать. А та рассказала Виктору Николаевичу сестре, а та нам говорит, ой, как мудро все. И, главное, запустили и накормили. И в то же время я была просто гостью. То есть любовь превыше всего. Ну все, Игнатьевич, поехали. Что можно поблагодарить-то? Конечно. Это в первую очередь. Вон, смотрите, сзади коршун такой тело огромный. У меня коршуненок был вырос здесь. И он за нами летал, все. Но мы когда молились, он полетел, а там провода он раскинул, его током убило. Я составил стихотворение. Дети на музыку положил. И дети плакали просто. До того жалко. Он за мной летит. Где-то летает там, он вдруг садится, щипит за поясок, меня кричит. Ну я с птицами всю жизнь занимаюсь. Я написал. Крюшконосый коря. Коршуненок коря, коря мы звали. Крюшконосый не боялся ничего и вдруг. Любознательность его заносит на последний смертельный круг. И все это обращая к молодежи, к наркотикам. Он был любознательный. Корщи полетели, он за ними увязался и пошел. Но он не доедал мясо, которое давали. Другие коршуню прилетали и на футбольном поле ели. И когда его не стало, они летают и такие тоскливые голоса. А его нет, у меня крылья там прибитые. У нас хворященьки. Видишь, небольшой случай такой, но сколько в нем? А их было три, а другие в зоопарк там отправили. Благодарю Богу. Боже милости, будь мне грешным. Создал мне Господи, помилуй меня. Вячеславенский грешил Господи, прости меня грешного помилуй. Отец Небесный, благодарим Тебя за благословение в трудах. Ты благословил братьев и умудрил их, да будет освящено это место. И все приходящие сюда и принимающие крещение, да получат рождение свыше. Дабы сердце всех было наполнено Духом Святым. Дабы все, получившие это истинное крещение с троекратным погружением руками священника, были детьми Твоими, были водимы Духом Святым. Поразуми на это патриарха, епископа, священников и всех противящихся истинниц. Благослови приезжающих и находящихся в пути. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Уходим. Вы забирайте, что можете, а остальное суньте, куда они в вторую уголку. Завтра найдете. Давайте. Взяли то, не взяли. Куполкар. А, пойди. Володя. А, не взяли, вон все маленькие взятия. А, нам-бы чурка нужна. А чем чурка-то, я гвозди ровняю. А, а значит, что-то... Поехали. Старшина на кишни. Покасается. Спасибо. Витя полез, достал, ну а дальше вначале я их кормлю, ребятишки влезут, и вначале влезут везде вкрыть, но одновременно я голову вкрычу вкрыл, в этой реальности он по бабламе, когда мы уедем, чтобы он приводит, в этой реальности он не успел, и в конце концов еще он не успел, чтобы он не вкрылся и убил, потому что он сам и на меня, в нечистину это дает, отнялся军ы вкрылся в внуке, и в клянки в клетчатусе он не успел, чтобы он был вкрылся в внуке, и в ненормальное все это было, когда это так, когда он стал стал таким, не думал о таких, 그런데 это было. Их я была с себя в водной воде. Это было в воде, Продолжение следует...